Вы на канале новости БП. Планируется, что реальная заработная плата увеличится на 10% до 221 тысячи тенге. Об этом заявил премьер-министр Аскар Мамин на сегодняшнем заседании правительства. Трудоустройство – важная задача государства. С учетом пандемии приняты комплексные меры, в том числе усиление инструментов госпрограммы труд, реализация дорожной карты занятости. В этом году в рамках дорожной карты занятости было уделено внимание созданию постоянных рабочих мест и улучшению социальной инфраструктуры в регионах. По итогам первого квартала программы труд охвачено 158 тысяч человек. К концу этого года будет трудоустроено 1,2 миллиона человек. Планируется, что реальная заработная плата увеличится на 10% до 221 тысячи тенге. Уровень безработицы не превышает 4,9%, сказал премьер. По его словам, в этом году планируется обучить основам предпринимательства 30 тысяч человек. Темпы работы по созданию постоянных рабочих мест в Павлодарской, Карагандинской и Тараусской областях хорошие. Необходимо продолжить активную работу в этом направлении и в других регионах. У нас есть все инструменты и необходимые ресурсы для этого. Проект «Начни свой бизнес» показал свою эффективность. В этом году планируется обучить основам предпринимательства 30 тысяч человек. Пусть Палата Атамикен вместе с Минтрутом увеличит количество студентов. «Национальный проект «Труд должен обеспечить экономику качественными и конкурентоспособными трудовыми ресурсами», сказал Мамин. В связи с этим премьер-министр дал ряд поручений министерствам. Во-первых, Минтруд должен до 1 июня внести в правительство нацпроект «Труд» на 2021-2025 годы. Меры поддержки должны быть адресными с учетом проблем и потребностей целевых групп. Во-вторых, до 1 июля Министерство национальной экономики, труда и акиматы должны разработать региональные карты занятости. Особое внимание следует уделить достижению запланированных показателей занятости и созданию постоянных рабочих мест. В-третьих, Министерство труда, финансов, национальной экономики и районные акиматы должны обеспечить финансирование проекта «Труд», сказал Оскар Мамин. В-третьих, Министерство труда, финансирование проекта «Труд»